Итак, дорогие друзья, всем доброе утро. Всем доброе утро. Опять я захожу с телефона моего сына или Шамы. Почему-то у меня не получается зайти, что-то очень... Фейсбук как-то меня не пускает сейчас, именно на Ваигру. Хорошо, дорогие друзья, все. Мы продолжаем изучать притчи. Мишли, притчи царя Соломона, все собираются сейчас. Надеюсь, что Фейсбук сообщает, книга Ваигра сообщает, что я вышел в эфир, и те, кто обычно приходят на РОД, сейчас зайдут. Надеюсь. Потому что у меня сегодня есть очень интересная одна идея, которая прям очень интересная. Хидуш такой, да? Гипотеза. Что сейчас происходит и почему. Давайте подождем сейчас, пока все собираются. комментарии я пока не могу читать. Решама, ты можешь писать комментарии или читать? Я могу. Да? Видно? Так. Смотрим. Так, дорогие друзья, ну что, хоть один комментарий напишите, как меня слышно, как меня видно. Вот, Алекс Чудеевич, добрая ранку, всем здоровья и миру. Отлично. Алекс, Яэль Ахапова, шалом из Днепра. Все, отлично. И Ходы Штов, всем Ходы Штов, Максим Перенчук, да, Дамир Партнер, все, всем хорошего месяца. Сейчас начался месяц Ниссан, это месяц, когда, первый месяц года, это месяц, когда был выход из Едипта, как исход из Едипта, когда был и сейчас этот месяц, он очень-очень такой, знаете, будет месяц освобождения. Месяц освобождения, или шабочка, скажем? Месяц освобождения, месяц прорыва, месяц таких хороших новостей, месяц выхода на свободу. Сейчас Песок приближается и И написано, что как был тот выход, то освобождение в Египте, оно произошло в Ниссане. Также конечное освобождение, переход Машеха будет тоже в Ниссане. Поэтому мы сейчас вошли в месяц, когда прям может мир перейти на следующий уровень. Переход Машеха это переход на следующий уровень. То есть это значит, что мир наполнился Божественным Светом. И как раз дождались, все верующие люди ждут Машеха. Все верующие люди, кто верит в Бога, все ждут Машеха. И всем очень интересно, вот когда он придет, каким он будет, как это будет. Известно, что он должен приехать на белом осле. Но это тоже такая метафора, потому что он будет на хомере. Хомор, осел на иврите. И хомер, материальность, это одно и то же слово. И когда написано, что он приедет верхом на хоморе, на осле, это значит, что он оседлает материальность, реальность. То есть он будет управлять, он будет властвовать над материальным миром. Это то, что известно про Машеха. А вот как это все будет, это очень интересно. Некоторые ждут, что он придет второй раз. Некоторые ждут, что он придет первый раз. Я слышал, что мусульмане ждут, что он придет первый раз, но он будет не тот, а второй раз он будет тот. И интересно, а по еврейской, по нашей традиции, что вначале придет Машеах Бен-Юсеф, и он будет воевать, и его убьют, а потом придет Машеах Бен-Давид, который Машеах сын Давида, и он уже будет настоящий Машеах. Есть очень разные версии, но все сходятся в одном. Машеах уже на подходе, и вот он вот-вот придет. Причем интересно, что и он придет месяц и не санта. Мы сейчас вошли в тот месяц, когда все должно произойти. И что еще интересно, что то, что сто лет назад, ровно сто лет назад, кстати, вот в этом месяце, ну в апреле, в апреле чуть позже, сто лет назад была, собралась, тогда это называлось Лига Наций, и они объявили, что все, мы отдаем землю Израиля, мы отдаем еврейскому народу, чтобы это они вернулись со всего мира в Израиль. Это было ровно сто лет назад, в 1920 году. То есть получается, что закончилось вот это вот время изгнания, когда народу мира, римляне тогда изгнали, и это тоже было в Италии, в городе Сан-Рема, в городе Сан-Рема тоже в Италии, собрались тогда Лига Наций, и сказали, все, теперь евреи могут вернуться. Интересно, что когда они это сказали, в 1920 году, евреи Рима, там есть такая триумфальная арка о победе в Иудейской войне, там нарисованы римляне, которые выносят минору, светильник с храма, они выносят оттуда. Прямо на этой арке нарисовано, как римляне выносили сокровища храма, которые они разрушили в Рим. И евреи Рима, когда в 1920 году, когда объявили Лига Наций, что евреи могут вернуться, то они прошли во главе с раввином Рима, они пошли в обратном направлении, в сторону Израиля, прошли сквозь эту арку. Сквозь эту арку. Но, к сожалению, тогда особо не начали возвращаться, и уже через два года англичане, которые должны были реализовать это решение Лиги Наций, они отдали половину той земли, которая предназначалась Израилю, отдали Иордании, создав там такое непонятное королевство, которое они сами придумали. И, значит, после того, как они это сделали, дальше уже пошло, закрыли время въезд, ну и так далее. Там интересно дальше было. Теперь мы пришли сегодня к 19 отрывок. Значит, мы пришли к 19 отрывок. В 18 мы закончили, что злодей, который гонится за целями материальными, которые обслуживают его самого, он по факту, он никогда это не догоняет. Он никогда этого не догоняет. Это то, что мы учили в 18 отрывок. Его действия, они все обман. А тот, кто сеет здаку праведник, который делает милосердие во имя небес, то он получает награду истинную, которая ведет его в вечность. И мы уже в 18 отрывке затронули тему, как раз, что бывает милосердие двух видов. Бывает милосердие, когда по действию оно милосердие, то есть один человек жалеет другого и ему помогает. Но это милосердие он делает по отношению больше к себе, чтобы снять свою боль, потому что ему жалко того, кому он помогает. И бывает милосердие второго типа, когда человек делает милосердие, потому что Бог сказал делать милосердие, и он это делает милосердие во имя небес, во имя Всевышнего. И в этот момент это милосердие, оно является более высокого уровня. Понятно. Теперь 19-й отрывок, он продолжает эту же мысль, эту линию, и говорится так в 19-м отрывке. «Кен тздака ли хаим, умираде фраа ли муто?» Он говорит, да, говорит, тздака, она для жизни, тздака для жизни, а тот, кто гонится за злом, для смерти. Дословно, если перевести этот отрывок. Что это значит? Что очень важно, даже действие, которое очень заповеданное действие, то есть тздака, милосердие, помощь людям, нуждающимся, оно может быть совершенно с двумя разными наполнениями. То есть тот, кто делает тздаку во имя небес, это его присоединяет к жизни. То есть его намерение, конкретно я живу для Всевышнего, у меня есть связь с Богом, это моя главная часть. То есть моя душа – это часть Бога, и я, в принципе, в этом мире для того, чтобы, выполняя заповеди Бога, к Богу же и вернуться. То есть очень простая схема, где я, как таковое, оно отсутствует. То есть я, мое я – это некая точка в пространстве, которая привязана к душе, к божественному лучу, вот этому, к божественной душе, и которая в этом мире проходит сквозь вот эту вот реальность, выполняя заповеди Всевышнего. Это тот, кто делает тздаку во имя небес, он этим присоединяется к жизни. У Мирадефра, а тот, кто гонится за злом, и объясняет это Митсуда Давид, такой есть комментатор, он объясняет, что тот, кто делает тздаку ради почета, ради каких-то своих личностных интересов, то этим он приближается к смерти. Причем тут, интересно, получается очень парадоксальная ситуация. Казалось бы, человек, делая заповедь, он должен получить, получить какое-то сразу же вознаграждение и в этом мире. Рабатывать точно наоборот, потому что когда человек, выполняя внешние действия, которые приближают его к Богу, то есть каждая заповедь, она наполнена внешне, это некое действие в материальном мире, внутренне она наполнена как человек душой, то есть есть тело, есть душа. У каждой заповеди есть тело, это внешнее действие, и есть душа, это намерение. И получается, что если внешнее действие заповеди, это то, что выполнение воли Всевышнего, оно соединяет со Всевышним, а внутреннее наполнение, оно идет в совершенно противоположном направлении, ради зла, то получается, что эта заповедь, она вызывает у Всевышнего вместо радости и вместо соединения со Всевышним, Оно вызывает, как искра такая идет внутри, идет искра. Это как Всевышний говорит, мне ваши жертвы не нужны, когда вы грешите и приносите жертвы, мне это не надо говорить. Вы лучше не грешите, вы лучше живите честно. Это есть много в пророках, в пророке от Всевышнего говорили, что если вы думаете, что ваши действия, когда вы приносите жертвы за свои грехи, они угодны Всевышнему, не угодны. То есть 19 отрывок нам дает вот это вот разделение, что очень важно, с каким намерением ты выполняешь заповеди. Или это намерение в чистоте во имя Всевышнего, во имя того, чтобы духовно расти, или ты делаешь это ради материальных выгод этого мира. Теперь дальше. И дальше 20 отрывок идет как раз, как раз идет вот то, что я сейчас объяснял, только это написано языком Торы. Царь Соломон говорит в 20 отрывке, тоават адуйной икшей лев. Он говорит, мерзость для Бога, извращенные сердцем, урационот мимей дерех, и желание его Бога к чистым путем. Та мим это, который такой непорочный, ходящий чистым путем. Что это значит? Во-первых, само слово мерзость для Бога, желание для Бога, чтобы понять эти два слова, это как две крайности. То есть, если человек что-то хочет, это желание, то есть, он к этому тянется. Обратная сторона, как бы антоним слова хочу, мерзость, то есть, я хочу от этого убежать, это мне противно, хочу от этого отдалиться. То есть, это два глагола, которые стоят друг против друга. Хочу и мерзость. Это, чтобы было нам понятно, такое слово мерзость непонятное. Теперь, Бог не хочет извращенных сердцем. Кто такие извращенные сердцем? Значит, как мы уже знаем, сердце человека, это набор его убеждения о мире, это набор его желаний, это то, что находится у него в подсознании, и то, что управляет его решениями, даже когда он не осознает этого, то есть, его ценности, его убеждения, его жизненные правила, его жизненные принципы, его цели, желания и так далее, все это, одним словом, называется сердце, которое властвует над человеком, потому что все решается в подсознании. Теперь получается, что для Бога, Богу не нравится, он от них отталкивается извращенным сердцем. Кто такие извращенные сердцем? Это те, кто в сердце, у них нет направления к Богу, а есть направление от Бога. То есть, те люди, для которых в сердце Бог не важен, и получается, что есть люди даже, которые внешне выполняющие заповеди, но им Бог не важен. Они это делают или попривычнее, или потому что хотят кого-то обмануть, произвести впечатление. Мне всегда, когда, вот я приехал в Израиль, я помню, у меня с самого начала были часто конфликты с людьми хилонимными, нерелигиозными. Принято в Израиле, что русскоязычные люди, которые приехали из бывшего Советского Союза, их стравливают, они не понимают религиозных, и им кажется, что религиозные вообще это какой-то страх там и ужас, вообще непонятно кто. И когда мне кто-то рассказывал, вот религиозные, они обманывают все время, они, вот они там, я помню, один из первых у нас был конфликтов с таким нерелигиозным человеком, он говорит, вот эти все религиозные, они по публичным домам ходят. Я говорю, а ты видел? Он говорит, видел. Я говорю, ну отлично, то есть ты ходишь по публичным домам, ты считаешь, что это нормально. То есть, если ты ходишь по публичным домам, то для тебя это нормально. Теперь ты говоришь, что религиозные ходят. Я говорю, как ты знаешь, что они религиозные? Он говорит, но он был одет как религиозный. Я говорю, так он переодет и был, это не религиозный. То, что он внешне одет, его действия, вот ты говорю, не религиозные, поэтому ты в публичном доме. Если он тоже в публичном доме, значит он был переодет в религиозного, но он не религиозный в этот момент. Может быть в этот момент. Потому что здесь вот эти вот извращенные сердцем, все не так просто. Потому что у человека может быть одновременно и он одновременно и религиозный, и не религиозный. Он может одновременно верить и в то, и в это, потому что каждый человек, это как матрешечка, набор идей, которые в него впечатывали годы его родители, окружение, общество, то есть каждый из нас набор идей, которые вошли вовнутрь в какие-то неосознанные периоды нашего детства, юности и так далее, когда мы верили в Дедов Морозов, в Снегурочек и в прочую чушь. И в это же время нас напихали какими-то установками про мир, которые заполнили сердце. Дальше у человека есть внутри иногда очень противоречивые идеи о жизни, о мире, о Боге, о правильности, неправильности и так далее. Но перед Богом, вот эта мерзость перед Богом извращена сердцем. Почему? Потому что когда человек выталкивает Бога, так понятно, что Бог от него отходит тоже. А желание его Бог хочет тех, которые ходят непорочным путем. Простые люди, есть простые люди, которые говорят, все от Бога, я в Бога верю, я этот мир не создавал, я в него пришел как гость, я из него уйду, голый пришел, голый уйду, я верю, что я приду к Богу и у меня будет все хорошо. Это такие непорочные путем люди ходящие. То есть у них простая, понятная вера и Бог с ними. То есть Бог с ними соединяется. Другой вопрос, что когда человек вот такой внутри непорочный и он верит в Бога, то у него может быть остальные все его идеи, Бог с ним, но он не понимает, какая в нем сила есть. Желание Бога к нему, а он в этот момент не понимает, куда это желание девать. Я читал сегодня с утра одну книжку коротенькую, кусочек я расскажу маленький. Там рассказывается про человека, ему было 25 лет, он приехал в Америку и у него не было денег, у него ужасная была ситуация и он пошел работать в продаже. А потом он начал работать в продажах, тоже у него не очень хорошо получалось, но потом он прошел курс медитации и он научился медитировать. Что такое медитировать? Медитировать это когда ты погружаешь внимание в свое сердце и ты начинаешь в своем сердце, начинаешь им управлять. Обычно люди не управляют своим мышлением. То есть у них внутри напихана куча всего и у них эта куча всего выскативает им в сознание. Это называется хасер лев, который не управляет своим сердцем, своим мышлением. То есть обычный человек у него бах, тут скачило, здесь скачило, тут он одно делает, тут другое, тут он услышал одно, тут другое. То есть не он управляет своим мышлением, а мышление управляет им абсолютно в хаотичном ассоциативном порядке. То человек, который начинает медитировать, он выходит как бы извне вот этого своего аппарата, своего сердца, да, и он начинает за ним наблюдать. Одно выскочило, второе, третье. У него появляется то, что называется свобода выбора. Он начинает управлять своим мышлением. И этот парень рассказывает, что я научился медитировать. Я начал представлять, как я закрываю каждую сделку. Я начал слышать внутри то, что идет, то, что называется как интуиция. И он говорит, что я вот сразу после этого, у меня первая неделя в два раза вырастают продажи, вторая неделя в три. Через месяц лучше он был там в своей компании. То есть он научился заходить вовнутрь себя и управлять вот этой своей связью со Всевышним, который управляет всей реальностью. Он не понимал, там не было слов про Бога, про молитву и так далее. Там было просто, я научился управлять своим сердцем, своим мышлением. Я не отпускал мышление, обычно человек как живет. Он беспокоится. Что значит он беспокоится? Он выдумывает, что плохого может быть. И он об этом думает. Он сам потом это видит и сам же от этого пугается. Это называется беспокоиться. Но он же это все создает. То есть он своей связью с Богом, он создает себе ту реальность, о которой думает. То есть для него абсолютно реальное его беспокойство. Его страх становится для него энергией. Его страх становится для него психосоматикой, которая, мы учили, уже разъедает его плоть. То есть мышление человека обычного, оно вот так хаотично кружится. И он, даже если он связан с Богом, то это не в плюс ему. Это, наоборот, ему в минус, потому что он рушит себя и свою жизнь своим мышлением. Это был двадцатый отрывок. Теперь двадцать первый отрывок очень оптимистичный. Двадцать первый отрывок очень оптимистичный. Написано так. Яд ли яд лойна кэруа рао. Значит, яд ли яд, рука в руку. Рука в руку это как поручение. Вот даю, типа, даю, как сказать. Вот, ну, рука в руку, помните, мы учили, что это как скрепляется сделка. И написано так. Яд ли яд лойна кэра. То есть даю, типа, поручаюсь я, говорит царь Соломон, я поручаюсь не очиститься зло. Не очиститься зло, то есть зло не избегнет, не избежит кары. Везера цадитим не млад, а семя цадиков, семя праведных спасется. Значит, объясняют комментаторы так, что Бог, он в этом мире находится, находится он в, как сказать, в том, Бог находится в мире в том, если можно так сказать, количестве, в котором люди связаны с Богом. То есть получается, что когда Бог, когда человек, возьмем в индивидуальном порядке, когда человек начинает думать про Бога, когда человек начинает изучать Тору, когда человек начинает изучать книги пророков, когда человек начинает делать заповеди, в этот момент он усиливает свою связь с Богом. Если он говорит, нет, Бога нет, я вообще про это думать не хочу, он думает только о том, чтобы удовлетворить какие-то свои желания, то он как бы вытесняет Бога из своей жизни, из своего мышления. То есть каждый человек устанавливает связь с Богом в том уровне, в котором он хочет ее установить. Тот, кто сильно хочет. Есть люди, которые целый день изучают Тору, думают только про Бога, читают псалмы Давида. То есть есть люди, которые с Богом хотят установить вот прям фулл контакт, полный контакт. И они, установив этот полный контакт, они совершенно спокойно, им не важно, что вокруг творится, они на контакте с Богом, и их я, их самоопределение, самосознание, их мышление, оно полностью прилеплено к Богу. То есть, как говорится, представляешь, что ты все время находишься перед Богом. Это клаль-гадоль, это большое правило для цадиков. То есть цадик, праведник, он все время думает про Бога, и вся его жизнь, она с Богом. Злодей в обратную сторону, он Бога нет, потому что если Бог есть, тогда то, что я делаю, это уже зло, а если это зло, то, что я хочу делать, значит у меня проблема. Так мне лучше сказать, что то, что я хочу делать, это добро, а Бога нет. Это выбор злодеев. И они начинают жить в своем мирте, который они создают. Теперь то же самое происходит с миром. То же самое происходит с миром в целом. И я вот пронаблюдал сегодня такую вещь, у меня есть очень такой, как хидуш, как, ну вот идея такая, инсайт сегодня у меня был, хочу с вами поделиться. Есть в мире еврейский народ, это как индикатор, это народ, который как индикатор связи мира с Богом. То есть еврейский народ, это народ, на котором есть имя Всевышнего, имя Бога. Бог сказал, что я вас выбрал быть народом священников, то есть вы народ Куаним, то есть вы народ, с которым я соединен, и вы должны, обязаны про меня все время думать. То есть вы индикатор моей связи с миром, это народ Израиля. Весь мир тоже обязан думать про Бога. Бог сотворил весь мир, все мироздание. Все мироздание это Бог, да, это божественное мироздание, это его. Теперь еврейский народ как индикатор. Мир, это в общем глобально весь мир. Я посмотрел такую закономерность, я сегодня заметил. Значит, Первая мировая война началась в момент, когда люди, они сказали, все, технологический прогресс нам уже Бог не нужен. Весь мир на то время, это была ровно Первая мировая война, около ста лет назад, сказали, что все, у нас все уже отлично, у нас есть электричество, у нас есть железные дороги, у нас есть все. Зачем нам Бог? Мы сами уже люди, то есть они пошли в мир, тогда глобально пошло просвещение, то что называется просвещение, мир начал уходить от Бога. Началась Первая мировая война. Дальше, 30-е, 40-е годы, мир вообще начал уходить от Бога, то есть повально во всех странах мира пошел уход от Бога, началась Вторая мировая война. После Второй мировой войны понятно, что люди полностью поняли свою вообще ничтожность и настолько человек это песчинка, и когда идет ангел смерти, который ангел-разрушитель, то вообще всем нету места. И после Второй мировой войны появилось государство Израиль, появилось, евреи начали собираться в Израиле, то есть люди задумались о Боге. Как только рушится материальная жизнь, люди вспоминают о Боге. Как только у них в материальности все хорошо, прям в Торе написано и зажирел, и шурун, и начал брыкаться. Как только у человека в материальности все хорошо, он уходит в разврат, в какие-то, ну вообще в шушеру, в какую-то вообще непонятную. Как только плохо, все вспоминают о Боге, все начинают молиться. Теперь, почему сейчас началась вот этот коронавирус, если мы посмотрим. Сейчас мировой бестселлер книга «История человечества». Написал ее гомосексуалист, который в книге, я ее не читал, но я прочитаю. Я не читал, потому что мне люди, чье мнение я очень уважаю, они сказали, что суть этой книги, что Бога нет. Что люди придумали Бога, и он ведет мир к тому, чтобы прям доказать всем, что Бога нет. И те люди, ко мне пришел один мой хороший друг, он не еврей, армянин. И он говорит, ты знаешь, эта книга у меня просто, она у меня разрушает остатки веры в Бога. То есть все вот эти последние скандалы, скандалы с католическими священниками, которые развращали детей. И плюс вот эта книга, он говорит, у меня я всю жизнь был верующий. Сейчас у меня просто на волоске осталось. И он ко мне пришел, он говорит, ты как спаси, говорит, ты верующий, верни мне веру в Бога, говорит. Я как-то, я не понимаю, зачем жить тогда. Хотя он армянин, вообще там бизнесмен, он, ну, мало был религиозный. Теперь я смотрю, что вот сейчас ситуация в мире, она мне кажется, это был мой сегодняшний хедуш, она является ответом Бога на вот это вот направление мысли людей. Вы хотите жить без Бога? Вы думаете, что вы можете клонировать людей, вы можете все, у вас там медицина, продление жизни, вы дошли до все. И вдруг маленький микроб все рушит, маленький вирус все рушит, никто ничего не понимает, медицина не работает, никто не может спастись, все позакрывали страны, все. И люди сейчас сидят по домам, и что? Все, опять же, все вспомнили про Бога. У нас сегодня, смотрите, видите, уже больше 300 человек на уроке, потому что всем вдруг стало интересно, а что же теперь делать-то? Кто нам поможет? Бог нам поможет, только чем мы раньше вернемся к Богу, тем быстрее Бог нам поможет. Все, дорогие друзья, это то, что вот я понял сегодня, у меня была такая идея. Я считаю, что книга, книга «История человечества» это зло, потому что если она несет вот такой месседж, что люди придумали Бога, и что Бога нет, и что это все, что это все вот как, что мы обезьяны, развитые обезьяны, это бред. Мы духовные личности, мы души, которые Бог прислал в этот мир, в эти тела. Есть мышление у человека, есть у человека возможность думать, мыслить и так далее. Это все божественные проявления в человеке. И человек это не животное, человек это божественная душа, которая находится в теле, похожем на животное. Но это вот тот подход, как только люди это поймут, вспомнят, осознают и поставят для себя единую систему координат, что есть божественные заповеди, есть добро. Они простые, они понятные, но главное помнить, что есть Бог. И сразу же все в мире улучшится. Все, удачи, успехов, всем хорошего, хорошего, прекрасного дня. Я желаю всем здоровья, духовного, прежде всего, духовного здоровья. Духовное здоровье это верить в Бога, знать, что есть Бог, быть прямым сердцем, простым, понятным. И тогда Бог нам всем даст все очень хорошее. Все, удачи, успехов.